всем привет в этом видео я хотел бы затронуть тему обмана на ebay или иными словами карма если она бьет обратно то бьет с двойной силой как бумеранг к чему я это говорю мой ребенок решил заработать немножечко денег на ebay продавая свои книги которые он читал что за книги мы покупали ему в магазине книги он их читал один раз может быть два раза и ставил на книжную полку и вот они у него по несколько лет стояли практически уже не пользованные и он подумал что было бы неплохо заработать немножечко карманных денег на этих книгах человек при помощи моей страницы на ebay при помощи моего аккаунта на ebay выставил книги на продажу и вот первая книга ушла ушла она за вместе с доставкой за 8 евро он был рад до жути первая его продажа и так хорошо пошла и мы взяли запаковали книжечку все отправили аккуратно нам пришли деньги на счет и буквально на следующий день после того когда мы книгу отправили вот этой вот женщине которая ее купила она присылает нам фотографии книги этой же книги в ужасном состоянии показывает на фотографиях мол листы очень грязные книга вся была в пыли в середине книги там непонятно какие-то куски еды приклеенные к листикам и так далее я его спрашиваю ты проверял книгу перед тем как ее отправить конечно проверял и что я не помню чтобы у меня там такое было вы же прекрасно знаете что я никогда не ем когда я читаю книгу чтобы не испортить листья я давай писать говорим разбирайся вот это очень этим делом начал заниматься ты разбирайся он культурно в вежливой форме начал общаться с этой женщиной она уперлась на то что она не ожидала что ее так обманут верните мне мои деньги и т.д. и т.п. в общем она обратилась в ebay ebay тут же без всякого предупреждения нас снял с нашего счета деньги вернул ей но я и написал уже когда она перед тем как ebay у нас снял деньги со счета она пишет и если я вышлю вам книгу то сколько я получу обратно думаю нихрена себе наглость блин я и пишу столько сколько вы заплатили за покупку книги она это поняла именно так как я это сказал то есть что я не собираюсь оплачивать обратную доставку ее книги вернее книги нашей книги от нее к нам тем более что у нас было в опции написано возврату не подлежит но мы пошли ей на уступки ребенок все-таки этого первые шаги в интернете он решил пойти на уступку ладно фиг с ним короче книгу мы обратно не получили она замолчала я начал писать ebay уже не ребенок уже я начал писать ebay что за фигня блин ребенок пытался первые шаги делать на продаже на ebay и вот так вот получилось говорю во первых никакой гарантии в том что фотографии которые прислал этой женщина с этой книги наши потому что говорю мой ребенок вполне нормально читает абсолютно новые книги мы их один-два раза прочитал и он вы выставила на продажу книга не могла быть в таком ужасном состоянии в котором она прислала фотографии в общем целую неделю мы с этим ebay дергались 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 и вот вчера ребенок опять меня спрашивает ну что там нам ebay что-то написал нет я говорю ты знаешь и рассказывая ему пример когда мы уезжая из молдавии в германию тоже избавлялись от разных вещей от старых от новых от каких угодных и у меня было очень много книг у меня были книги по фантастике у меня были книги по карате по тейквондо по айкидо у меня очень много было книг и все вы прекрасно знаете как люди сидели на бортиках на бордюрах продавали кто что продавал кто книги кто еще что то и я подошел к одним продавцам спросил можно ли им дать на реализацию допустим книги мужик один конечно можно приносить пожалуйста я принес ему сначала 10 книг и он меня взял их по по низкой цене это по-молдавски 2 лея это на то время это было 50 центов если в долларах считать в общем он взял мне 10 книг дал мне 20 лей за эти книги я довольный нормально недели через полторы-две подхожу к нему говорю ну как него да хорошо книги пошли можете приносить еще и но хорошо я принесу вам еще книги и я принес 15 книг ему ему это я рассказываю с мы своему ребенку я принес ему 15 книг и он мне говорит ну-то был у нас типа как акция такая заманушка что вот люди приходят чтобы они больше с нами ходили в коммуникации мы сразу дали деньги а сейчас же я буду по мере реализации собирать деньги от и отдавать вам потом тогда без проблем думаю человек постоянно тут сидит чё и чё обманывать что ли будет в общем я отдал ему 15 книг и человек пропал пропал полностью где-то через месяц мы стояли с ребятами около магазина после ночной смены после дежурства и из троллейбуса выходит вот это вот пьяная быдло которое меня обмануло на книге я говорю ребят чумошник который меня на книге сделал бы дал нам ли книги на на реализацию он сволочь пропал с книгами даже денег не дал один сразу горит пушкики ему ружу начистить я это ребенку вчера рассказывал и что ничего говорю мы книги ушли говорю и бог с ним чуть-чуть что уж делать а тут одна книга понимаешь говорю будем считать что если бы к примеру у тебя какая-то старая книжка была или или ну не старая подержанная книга допустим частенько такое бывает тут люди выносят из дому и вложат на контейнер со старыми бумагами допустим несколько книг которые им уже дома не нужны кто-то проходит и берет себе эту книгу чтобы почитать дома просто так бесплатно мы тоже иногда такое делаем в прошлом году мы целую кучу детских книг вот так выставили около контейнера на следующий день их тоже забрали я ему говорю будем считать что ты эту книгу вынес на бумажный контейнер и положил кто-то ее забрал но это же несправедливо рыда это несправедливо но видишь говорю как этот ebay с нами вот так вот обошелся он стал говорю на их сторону на сторону вот этой женщины или бабы или девчонки не знаю кто она там такая она называет себя сорока сорок но сорока воровка она называет себя сорока он стал на ее сторону он поверил ей что она на она типа нас не обманула он ей поверил гром не нам поверил раз забудь ну его нафиг все он он снял уже с продажи все остальные книги мы продали и 10 11 книг мы продали буквально вот одному дилеру через программу зашел отсканировал баркоды книг она сразу там пишет какая цена мы сложили все в коробку и отправили деньги уже на счету намного выгоднее и спокойнее чем работать с ebay так вот возвращаясь к теме ebay сегодня утром я включаю телефон и первое что я вижу сообщение от ebay 785 за проданную вами книгу мы перевели вам на счет в течение 1 2 рабочих дней деньги будут у вас на счету вопрос решен то есть ebay все-таки добился того что эта женщина признала свою неправоту и скажем так женщина девушка я не знаю кто не знаю и так как она нам книгу не отправила потому что они и ebay и вот эти вот имеют полное право затребовать подтверждение почтовой отправки допустим товара который ты отправляешь назад с того человека который это этим занимается то есть если она сказала что верните мне мои деньги я отправляю вам товар обратно она обязана после того как пойдет на почту отправит книгу или что-то там обратно предоставить им или скрин этого чека или номер отправки естественно на этого сделать не смогла и и уже не сделает и ebay вынес ей предупреждение деньги вернули нам за проданную нами книгу я хотел это сказать потому что если вдруг кто-то будет в начале делать попытки какие-то продавать свои вещи через ebay просто так я знаю что очень многие пользуются этим убеем ежедневно и знают все лазейки все приемы и все 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 но есть люди которые даже среди вас есть люди которые никогда этим не занимались и думают а вдруг попробовать если вы будете думать вдруг попробовать и имейте ввиду что даже на ebay на этой серьезной конторе есть очень много обманщиков раньше было в ebay был раздел маленькие объявления там было можно было всякую ерунду продавать и теперь с прошлого года этот раздел маленькие объявления только по германии уже как отдельная торговая платформа там если ты что-то пытаешься продать тут там на тебя мгновенно набра набрасывается целая куча всяких спамеров хакеров которые пытаются попасть на твои данные на твой банковский счет на твою карту на твой email на твой paypal и еще что-нибудь цель их не купить у тебя что-то сделать тебя на деньги поэтому но в маленьких вот этих объявлениях как они называются здесь по германии вот эти вот админы работают очень четко буквально через пять-десять минут после начала твоего общения с каким-то там потенциальным скажем так покупателем тебе приходит сообщение от администрации вот этой вот платформы с предупреждением о том что будьте внимательны этот человек ненадежен он уже попадался нам на платформах неоднокрасно с попытками обмана продавцов на ebay такого нет на ebay нужно доказывать что ты не верблюд и причем доказывать это постоянно все что я хотел сегодня сказать имейте ввиду как говорится держите ухо востро если вы совершаете какие-то продажи в интернете то же самое касается и покупок всем удачи с вами был я владимир казарчук автора канала old dutchman пока